Приветствую всех любителей Дота 2. С вами MailStorm и вы смотрите рубрику Дотаскоп. Данная рубрика посвящена подробному разбору и анализу игр с различных турниров, проходящих по всему свету. Практически в любом матче количество действий за единицу времени настолько велико, что мы просто не успеваем уследить за всем происходящим, из-за чего порой самые важные и стратегически значимые решения остаются за кадром. Более того, далеко не всегда преимущество в 2, 3 или даже 5 тысяч золота означает действительно серьезное превосходство одной команды над другой. А что же тогда действительно важно? На что стоит обращать внимание и что приносит командам победу? Вот на этот вопрос мы и постараемся найти ответ. А помогать нам в этом сегодня будет капитан команды Virtus.pro Ярослав НС Кузнецов. В качестве игры для своего первого выпуска я выбирал между Гранд Финалами Старладер Сезон 8 и Галиги 2013 года. Старладер, конечно, выглядит куда более интересным для нашего зрителя, но игры там получились просто в одну калитку. Нет, это не всегда плохо для подобного рода рубрики, но зацепиться за что-то более-менее интересное я, увы, не смог. С G-лигой ситуация во многом схожая, и я уже подумал взять игру до Гранд Финала или с другого турнира, но второй сет противостояния ДК и ЭДЖИ показался мне довольно занятным. А при более детальном просмотре я твердо решил остановиться на этой игре, так как она оказалась действительно очень интересной для анализа. Смотреть на битву этих двух китайских коллективов всегда очень увлекательно, особенно когда речь касается Гранд Финала. До начала матча команды имели по три победы и три поражения во встречах друг с другом. Более того, счет по картам также был равным. 9-9. В данной паре оппоненты уже давно все для себя решили. Ай-Джи стараются задавить оппонента с сильными пушерами и дракой 5 на 5 в начале игры и мидгейме. ДК полагаются на свою мобильность и любимых героев Муша и Айс-Айс-Айс, не боясь как активно гангать в начале игры, так и выходить в глубокий лейт. Подобный выбор стратегии можно легко объяснить тем, что ДК просто не хватает терпения и усидчивости аккуратно пушить и сносить вышку за вышкой, не занимаясь при этом дайвингом за товара. Зато у них имеются два лучших игрока, если не мир от Оази и Муша и Айс-Айс-Айс, которые выжимают из своих героев максимум. Ай-Джи, напротив, очень академичные и аккуратные, при этом далеко не так хороши в своих передвижениях по карте, особенно в лейтгейме. Перенесемся к самой игре. ДК ведут 1-0, удачно использовав стратегию с лон-друидом в первом сете. Начинается драфт второй карты. Ланэм старается забанить сильных пушеров и мидгейм-героев, однако Ай-Джи все равно ухитряются взять достаточно неплохой пуш и дополнить его парой роумящих саппортов Shadow Demon плюс Лишрак. Сильный ганг-потенциал с поддержкой Санстрайка и Профита звучит грозно, однако в их пике явно не хватает контроля. Всего один стан, которым довольно тяжело попасть, и массовый Сайланс Дес Профит. Послушаем, что скажет наш приглашенный эксперт по поводу драфта. Здесь действительно отличный пик у ДК получился именно пака. Ну пака они взяли после Shadow Demon Лишрака уже, то есть получается за контрель на самом деле вот этот очень сильный роуминг. И глупо сделали Ай-Джи, что как-то не забанили этого пака или просто не подумали о том, что вот есть пак, возможно враги его возьмут. Ну и все равно взяли с Shadow Demon Лишрак. Действительно теперь уже в миддл им гангать будет очень тяжко. Также здесь вообще ДК по всему пику как-то контрят Ай-Джи, там например инвокер Фурион, это современная такая неплохая тема, в Европе тоже часто используется, то есть это такой сприт-пуш, очень серьезный за счет Фуриона, и там форжи, и некрономиконы собирают все подряд. И ДК сразу после этого пика взяли Виспа, то есть уже очень хороший контр-пуш, ну контр-сплит-пуш такой, да, Висп, плюс любой герой могут пролететь, убить там например Фуриона легко, или того же инвокера. Подытожим, Ай-Джи ошиблись в банах, их стратегия вполне имеет право на жизнь, но опасаясь связки Висплюс-Тинни или Висплюс-ЦК, они совсем позабыли про остальные линии. Тинни, насколько я знаю, очень любят в Китае использовать, поэтому может быть Тинни там и стоило за банди, а вот Хаус действительно непонятно, потому что тот же инвокер очень неплохо против Чаус, так по игре, там, то есть это Бласт Метеор, там по иллюзиям, очень хорошо заходит, И к тому же, если они собирались брать таких всяких решероков, там, бандшей, то это тоже все неплохо против иллюзий, то есть очень много у Ай-Джи всякого АОЕ, Хаус не должен был их так прям пугать. Баны ДК во второй и третьей стадии можно назвать просто отличными. ЦМ и Дисраптор очень хорошо контрят их саппортов, а бан пугны здорово мешает основному замыслу Ай-Джи. И, кстати говоря, возможно, они с баном угадали, потому что взяли в итоге баншу Ай-Джи, но всем понятно, что пугна как бы поинтереснее банше выглядит в каком-то таком пуше, банше нужен левел, нужны шмотки, пугне в принципе ничего особо не надо, она там с седьмого уровня уже начинает пушить очень жестко и драться с ней очень тяжко. Довольно тяжело выделить какие-то особенности в расстановке от ДК. Пак в мид, Тимбер на хард, Бристол на легкой и Энчантрас с виспом в лесу. Также стоит отметить отличный вард, контролирующий верхнюю руну. Ай-Джи решают поставить инвокера на топ, соответственно Диспрофит идет в мид, роуминг саппорты и Нейчерпрофит на харде. Однако отсутствие вардов в чужом лесу дает Энчантрас огромный выбор крипов со всех спаунов и при этом никак не контролирует ее действия, за что фейт и компания вскоре поплатятся. При всей тактической и стратегической грамотности ДК назвать их игру безупречной нельзя. Первая минута. Шадоу Демон берет руну инвиза и направляется на мид, что должен видеть муши. Должен, но не видит. ДК сразу решают нанести как можно больше урон нижней вышке, так как Профит все равно отвел своими тринтами крипов и получает опыт. Это очень разумный ход, ведь буквально через 10 минут IG сами могут выйти в пуш и отбиваться от него с лишней тысячей золота в кармане будет куда проще. Мы не будем рассматривать подробно все фраги в игре, так как это займет очень много времени, но начальный этап имеет очень большое значение, потому как практически любая удача или неудача может сильно повлиять на ход игры. Среди подобных моментов стоит выделить неудавшийся ганг Тимбера в первые минуты. Связка героев, которая должна была наказывать пилу за каждую ошибку и не давать ему получать опыт, потеряла время, ману, хп и позволила получить Тимберу почти четвертый уровень. В это же самое время саппорты ДК не теряли ни секунды. После подпуша в начале они делают пул на маленький спот, чтобы забрать вышку на нижней линии, и не дожидаясь пока крипы дойдут до Тавара, пытаются в смоках загангать мид. Однако находят нечто более ценное, чем Дес Профит, и приносят по 175 золота каждому герою своей команды. После чего сразу же перетягиваются на нижнюю линию, предварительно сбив вард на нижней руне, и забирают вышку, которую продамажили в начале. И все это ровно к таймингу 3.30, когда подъезжает Катапульта. Вау, действительно классная игра от ДК. Более того, в данном матчапе каждая забранная вышка невероятно важна. Тем более против Фуриона и Инвокера, против Пуша, Сплитпуша, чем больше вышек ты забрал, тем дальше ты можешь линию отпушить, как бы на любой линии, дальше можешь сделать пуш свой. То есть отпушить лайн далеко ты не сможешь, если у тебя тут будет стоять первая вышка. Ты сможешь только до нее допушить, и дальше уже все. А раз ее тут нет, ты уже как минимум можешь до второй пушки допушить. Если бы они сломали там еще и вторую, ты можешь вообще там до базы противника допушить эту линию, и тогда противнику вместо того, чтобы пушить тебя, придется возвращаться и кому-то депить базу. Поэтому для ДК здесь вообще-то говоря очень важно сломать побольше вышек, и желательно на одной из линий сломать две вышки, чтобы можно было вот за счет этой линии постоянно заставлять IG возвращаться туда и девять. Взяв по третьему левелу, саппорты ДК находят Кентавра и решают наведаться на топ. Такого активного роуминга их соперники явно не ожидают, а развединформации у них нет совершенно никакой. Мы уже отмечали, что абсолютное отсутствие контроля вражеского леса дорого обойдется IG. Фейт и Банана очень не вовремя уходят с линии буквально за несколько секунд до ганга инвокера, а реплей показывает нам их невнимательность при проходе над рампой. Это подводит нас к одному из самых важных моментов начала игры. Отличные действия ДК позволяют им забрать инвокера. Кроме Шадоу Демона, оказать какую-то поддержку Феррари никто не может, так как у Лешрака и Дес Профит нет телепорта, а Нейчер Профита на нижней линии атакует Бристлбэк. Муши также перетягивается на топ. Банша решает помочь своим тиммейтам, но совершает довольно серьезную тактическую ошибку. Возможно, сказывается отсутствие вардов. Это позволяет ДК начать массированную атаку верхней линии. Бристлбэк присоединяется к команде, врывается под вышку и начинается тотальная аннигиляция. Заработав огромное преимущество, ДК уже просто не могут остановиться и в очередной раз демонстрируют свое, пожалуй, самое слабое место. То, из-за чего они смогли начать атаку, это смерть Дес Профит, так как на данном этапе игры это самый опасный в массовой драке герой. До ее выхода из алтаря остается буквально несколько секунд. У Тимбера нету маны, как и у Пака, а Энчандрос уже давно осталась без крипов. И все же с залитыми кровью глазами Бристлбэк мчится в леса, желая еще разок вкусить плоть инвокера. Ну, это ошибка координатора команды. Кто-то отвечает, короче говоря, за такие действия, кто-то говорит, мол, да-да, гоу-гоу, добьем всех, всех убьем, или говорит наоборот, гоу, типа, бэк пойдем. Кто бы это там у ДК не было, он тут допустил серьезную ошибку, потому что из-за ситуации, где они получили просто грандиозное преимущество, они в итоге ее позволили полностью сравнять. И считаю, что, ну, особо никакого супер преимущества в итоге они тут не добились, потому что с них действительно пособирали очень много денег, опыта. Это банша, которая всех убила. Там была, не знаю, шестого уровня, там стала восьмого. Ну, и все остальные, кто в итоге в этой драке в конце присутствовал и не умирал, все очень сильно поднялись. И, ну, и там, и графики очень сильно тоже сравнялись. По опыту даже IG начали вести. Но даже такой размен куда более выгоден ДК, нежели полное отсутствие активных действий на карте в начале игры. Они продолжают оказывать давление на вышки соперника, пользуясь своей мобильностью и тем минимальным преимуществом, которые получили в начале. Из-за недостатка контроля IG не могут заставить соперника драться под ультом баньши. А из-за неудачного начала саппорты имеют слишком маленькие уровни и айтемы для хорошего роуминга. Даже успешные ганги отнимают слишком много времени и ресурсов, после чего приходится отправляться на базу. Тем самым переход от удачного ганга к пушу становится практически невозможным. Довольно показательным является момент на 17-й минуте. ДК давят по двум линиям, расстояние между которыми очень велико. Если IG решат напасть на тимберсов, его телепортирует висп и будет потеряна верхняя вышка. Следовательно, надо нападать на топ, но для этого необходимо спровоцировать драку, что с таким количеством контроля практически невозможно. И даже в этом случае драки 3 в 5 не получится, так как баланс сил уравновесит тимбер с виспом. Если же при атаке IG ДК смогут удачно отступить, избежав столкновения сверху, будет потеряна нижняя вышка. IG вынуждены цепляться за любую возможность подраться, но зачастую им приходится делать это в меньшинстве, так как ДК невероятно мобильны, что несет за собой все большие потери. Потери героев... Потери времени... Потери времени... Потери вышек... Виной всему этому не только пик и плохое начало. Что я тут могу сказать? У IG плохие артефакты на героях, и с их артефактами действительно тяжело здесь что-то сделать. То есть вот этот вот Фурион фармит Некра, и там Инвокер фармит Некра. То есть они хотят за счет Некрономиконов что-то там куда-то пропушить, но по-моему им уже... Вот сейчас должно быть понятно, что это вообще тяжело им самим с базы выйти. То есть несмотря на то, что у них вроде бы пуш, пушат их за счет гипермобильности IG. Ну за счет гипермобильности, за счет того, что они сильнее в драках. То есть у них на самом деле все на их стороне. И мобильность, и драки. А это значит, что они могут как угодно разводить по карте тебя. В таком случае Фуриону тут нужен был бы Арчит. Абсолютное отсутствие инициативы сказывается и на контроле карты. На 29-й минуте атака на верхнюю вышку могла быть гораздо менее успешной, если бы не руна невидимости. Действительно руны. Когда ты не контролируешь руну, а твой противник контролирует, иногда это кончается вот именно таким образом. И все же стиль ДК требует от них постоянной концентрации, потому как одно неверное движение или секундная расслабленность может спровоцировать ненужную драку и дать возможность сопернику спушить тавер или даже линию. Как, например, на 28-й минуте. Несмотря на довольно грозный пуш и отсутствие двух героев, Тимбер и Пристал в БКБ с легкостью отражают атаку. После чего ДК решают запушить Т2-вышку на миде. С неоткатившими кулдаунами на БКБ. Без ульта Пака. С очень маленьким количеством маны у Тимберсоу. К тому же у IG наконец появляется первый контроль в виде Хексана Инвокере. В итоге размен 2 в 5 и ситуация в игре выравнивается. Как же так? ДК дважды ошиблись и при этом все равно остаются на равных с IG. Все верно, они два раза ошиблись. Но они не остаются на равных с IG. Они сравнялись, то есть отдали преимущество. К тому же не стоит забывать, что драфт все же фейт проиграл. Очень интересную вещь, на которую я сначала не обратил внимания, заметил НС. Да, более того они делают с этим одну и ту же фигню. Фурион постоянно посылает пеньков, некров на какую-то сторону. Туда приходят Тимберсоу и все это фармят. Все он фармит непросто. Линию он фармит еще и некров, фармит еще и пеньков. И Тимберсоу по итогам получается такой отъед и очень серьезный. Итак, игра выровнялась. И как обычно бывает в таких ситуациях, обе команды собрались на Рошане. ДК вынуждены забирать его быстро, так как топ уже вовсю пушит профит. Можно долго предполагать, что было бы подерись командой 5 на 5. Но Муша опять нашел инвиз. Да они не поняли сами, что хотят сделать. В итоге на них напали и убили. Тут дело даже не в инвизе на самом деле. Могло это произойти там чуть ли не без инвиза, потому что вижн у них все равно толком не было. Кстати, о видимости. Ее действительно не было. Просто посмотрите на то, что видели ДК и что видели Айджи в этот момент. Тем не менее, большого преимущества из этого Рошана вынести не удается. Но это уже совсем другая история. В любом случае, ДК не отдали сопернику Рошана и Айегис. Хоть и сами распорядились, им не важно. Если мы в очередной раз отметили контроль карты, и именно контроль рун, думаю самое время сказать, что в игре была использована 21 руна. Из них 14 достали из ДК. Из этих 14, 9 были взяты вне ведома Айджи. То есть они не знали о том, какая руна появилась и какой герой ее забрал. Насколько важен контроль рун? Давайте еще раз посмотрим. Продолжение следует... Вернемся к игре. Одна из определяющих драк начинается в миде. Айджи удается убить Бристлбека, на что приходится потратить 2 хекса и задействовать все возможные сплы с большим кулдауном. Это важно. Однако до базы соперника дойти не удается. И вот почему. Айс 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 Айс, конечно, терминатор. И между прочим, вот это как бы это зарешало, это непонятная, неопрометчивая игра от Фуриона, который просто бездумчиво посылал постоянно своих пиньков некров куда-то вперед, пытаясь что-то запушить, но в итоге ничего он там не запушил. Ну в плане на тер 3 ничего не запушил, тер 2-то он все-таки смог запилить. Айс 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 очень много нафармился этого. У него левел, конечно, просто, ну и итемы просто сумасшедшие. Более того, на этот раз Айджи слишком увлекаются атакой и попадают в ловушку. Хорошая игра от Бёрдинга, ну, в общем, от всех ДК в сумме. То есть они действительно по максимуму кайтили, кайтили, кайтили Айджи, заманили их куда-то. Айджи, видимо, думали, что у Бёрдинга нет байбэка, потому что он не стал сразу байбэкаться. И в итоге Бёрдинг байбэкнулся тогда, когда Айджи уже были в очень плохой позиции. Кончились Сникерин Микон, эти самые кончился ульт Банши. Тут байбэкается Бёрдинг, плюс они уже недалеко, на самом деле, от базы ДК. Айджи находились недалеко от базы ДК уже в этот момент, поэтому Бёрдинг просто байбэкается, приходит туда и начинается убийство. Айджи удается отделаться лишь небольшими потерями. Они вообще могли бы отступить без потерь, но Сатир не простил. Несмотря на равный фарм, инициатива снова полностью принадлежит ДК. Они достаточно мобильны для того, чтобы отпушивать лайны и контролировать всю карту, при этом имеют практически неубиваемого Бристлбэка для осада вражеской базы. Решающая битва за бараки получилась невероятно долгой и интересной, так как зайти на рампу к Айджи очень тяжело. И все же потратив Аегес, сыр и пожертвовав жизнями двух саппортов, ДК снеслими. В этот момент игра фактически сделана, и Айджи может помочь только какое-то нестандартное решение, на которое они решились. Выход в смоках позволил им убить трех героев, но на Тимбера уже не хватило сил, не говоря уже о байбэках ДК. Настало время подводить итоги. И для начала дадим слово нашему сегодняшнему эксперту. Тут именно игра ДК хорошая. То есть они постоянно послали эту пилу отпушивать вот лайны, которые пушил Фурион, и в итоге за счет этого у ИССС просто вот такие вот итемы. То есть это одновременно хорошая игра и ИССС, и всей команды. Можно сказать то, что очень ММА хорошо на Виспе уже научился играть за последнее сколько-то времени, что он играет на Виспе. То есть за игру несколько неплохих сейвов было от него в разных точках карты. Это неплохо решает иногда. Да, и там хорошая очень игра от Муша в некоторых моментах, хотя в некоторых моментах он и нафидонил. Как ФБ, например. Да, например, как ФБ, или еще тот момент, после которого они чуть не потеряли бараки ДК. Но зато были несколько хороших врывов, которые ты отмечал как раз там. Ну, два раза вот эти с инвизом, по крайней мере, инициации, зарешали в игре тоже очень сильно. А вот о Байджи можно сказать, что из-за присутствия Фуриона, который играл очень-очень единолично и эгоистично, так скажем. То есть он просто все пушил сам, все фармил сам. И из, в принципе, инвокера, который тоже занимался подобным, очень безликие и бедные получились суппорты. И более того, если ты хочешь играть вот так вот, как Айджи, то таких суппортов брать нельзя. То есть, что же... Ну ладно, Шадов Демона еще... Он не так зависим от артефактов. Ему можно быть там без итемов. Но Лешраку надо итемы. А тут Лешраку просто их негде было взять. Все было всегда зафармлено Фурионом, Инвокером. Там, более того, ДК прижимали. Айджи, то есть у них не было спейса, так скажем, для фарма. И в итоге Лешрак здесь просто был минус-герой. Вот, возможно, если бы между Лешрака был бы какой-то более интересный такой суппорт. Ну даже не знаю, какой-нибудь там Феномансер. Хотя Феномансер тоже средний. Ну, в общем, какой-нибудь суппорт, которому не нужны итемы. Ну, например, Визаж какой-нибудь. Ну, наверное, он был в бане. Но если бы не был, скажем. Также стоит отметить, что Айджи вполне могли действовать с более комфортной позиции в этой игре. Однако для этого стоило изменить итем билд, либо действовать более агрессивно. Ну, вот как бы с тем, что они делали, в общем, выиграть очень тяжко. Мне кажется, что единственная вообще возможность была для них, это, как бы это сказать-то, быть менее жадными и больше идти в лын. Другой вариант, это было действительно собирать артефакты, более подходящие на Фурионе в первую очередь. То есть это либо Хекс, либо Арчит. Я, наверное, бы сказал, что Арчит, потому что просто он дешевле. И за счет этого сделать несколько гангов в каком-то смоке. То есть, скажем, там, Шадов Демон с Лешраком в смоке куда-то побежали на какого-нибудь пилу. Да, все прекрасно знают, что за пилой сзади стоит висп, но у Фуриона как бы тпшится именно вот туда-назад, ищет этого виспа, просто убивает этого виспа сам, и они все вместе там убивают пилу, например. Как-то так. И после вот такого вот ганга можно там пойти и спушить тавер. Есть множество факторов, определяющих результат игры. Это индивидуальное мастерство, исполнение, тактика и стратегия, а порой даже удача. В данной встрече ни одна команда не имела подавляющего преимущества по фарму. Оба коллектива допускали ошибки, а решающая битва за бараки на центральной линии темной стороны получилась супер-упорной и была выиграна лишь с помощью Аегиса и Сыра. Тем не менее, победу ДК можно назвать более чем убедительной. Они контролировали ход игры и сами решали, когда навязывать бой. ДК допустили больше невынужденных ошибок и все равно победили. Именно этим и интересна данная игра. Их передвижение и контроль карты определили исход. Вот что действительно важно в этой игре. На это мы и постарались обратить внимание. Мы закончили разбор игры. Но помимо важных и определяющих моментов, есть еще пара забавных фактов, на которые хотелось бы обратить внимание. Превратить курьера в летающего можно после трех минут игры. Видимо, в бюджете саппортов IG средств на это не нашлось. Если курьер ДК полетел в 3 минуты 10 секунд, то Бэби Рошен Айджи обзавелся крылышками лишь спустя 10 минут игры. Существует множество способов глупо умереть в доте. Но Банана нашел действительно оригинальное решение. Для тех, кто еще не понял. Лишрак скастовал Лайтинг Шторм и убил двух Некрономикон Вориоров, получив при этом 1200 чистого урона. Что оказалось непосильной ношей для его 1176 хитпоинтов. Любопытно, но на байбэк Бана не хватило только благодаря деньгам, полученным за убийство Некров. На этом первый выпуск подошел к концу. Оставляйте ваши комментарии и отзывы на нашем ютуб канале и сайте Virtus.pro. И мы обязательно учтем их в наших следующих выпусках. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok